Всем привет! С вами Юля. Сегодня 1 мая и я продолжаю снимать видео. Это видео будет о планах на май месяц. За апрель месяц видеоотчет я сняла. Я думаю, что оно выйдет первым. Ну и теперь, пока у меня здесь все процессы под рукой, так сказать, я хочу снять видео о планах. Посмотрим, что... Ну, попытаемся распланировать и как-то распределить мое время на май месяц. Посмотрим, какие процессы попадут именно в ротацию. Итак, здесь у меня мой апрель. Я пыталась делать какой-то список по стартам, по продвижениям и также по завершениям. Как-то так мои планы разграничиваются. Что-то я начинаю, что-то просто продвигаю, что-то завершаю. И у меня в апреле месяце было три финиша. Игольница Рокуко. У меня здесь, кстати, вот она под рукой. Вот она стоит. Игольница. Яйцо Риолис. И Панна Оберег. Ключ. Мудрость. Ну и все такое. Небольшие процессы, как бы, по количеству каких-то стежков или по выполнению, но тоже время они свое заняли. И, в принципе, то, что я планировала завершить, я завершила. По продвижениям тоже все у меня получилось, за исключением Дименшинс Мат-Земля. Этот процесс вообще выбыл из ротации. Как-то времени на него у меня не хватило. Вот. Ну и на май. На май. Тоже я что-то пыталась писать уже давно. Но тут нужно все переначать. Писала я здесь, что хочу начать Дименшинс Индианку. Я уже начала его в апреле. Тут Риоли Зигугу. Уже, наверное, не попадет. Ну, в общем-то, по ходу я все это запишу. Сейчас вам оглашу, так сказать, список. И потом уже сделаю запись на май месяц, чтобы мы в конце мая смогли также подвести итоги, посмотреть, получилось или нет. Ну, на сегодня я вижу то, что, в общем-то, такое планирование, оно дает результаты. Я, по крайней мере, реально вижу, что я могу завершить за месяц. Итак, хочу начать вот с такого небольшого наборчика. Это Бася Арт Кардинал. Подарок от Татьяны. Танюша, тебе большой-большой привет. И этот дизайн я уже начала. Можно сказать, половину вышила. Тут всего-то этого кардинальчика. Вот он. Всего ничего. Нужно дошить грудку, хвостик, голова. Вот уже вот и все. Какие-то тут штрихи. Поэтому этот процесс буквально на два вечера. Нужно будет уделить где-то два вечера. И можно будет завершить прекрасного кардинала. Я думаю, что быстро с этим справлюсь. Поэтому откладывается он в сторону. Не будем на нем заострять внимание. Я, что смогла, процессы сразу сюда принесла. Далеко, чтобы не бегать, буду сразу вам их тут показывать. Следующий процесс, который участвует и в совместном проекте «Райский сад» и в нашей рулетке. Поэтому он в любом случае как-то продвигается. Это набор фирмы «Джан Лин». Четыре сезона птиц. У меня вышита уже весна полностью. Со всеми стежками. И я уже нахожусь в летнем окошке, так сказать. Приближаю лето. На самом деле, вот за май нужно его вышить, чтобы лето наступило благополучно, так сказать. И что мне здесь нужно вышить? Сойку, скворечник, еще одну вот такую птичку, бэкстич, полукрест и много-много бэкстича будет. Ну и завершить рамочку. Ну рамка вышивается легко. Здесь по рамке нет каких-то сложностей. Вот этот дизайн, он очень-очень яркий. Мне нравится здесь цветовая гамма. Лето должно быть ярким. Такие ягодки здесь тоже разнообразные. Много три четвертых креста. Естественно, в этом дизайне, я часто повторяюсь, что в этом дизайне три четвертых креста, три четвертых. Ну действительно, вот каждый листочек вот здесь, вот так вот по кругу, все это три четвертых креста. Вот здесь, вот здесь, вот везде. Вот здесь везде три четвертых креста. Видите, где вот эта веточка. ягодка все вот эти вот переходики закругления все три четвертых креста такая вот очень кропотливая работа получается получается замечательно вышив этот дизайн у меня прошел стресс так сказать и я уже более бодренько могу работать надо вот этим дизайном на самом деле вот будет продвигаться планирую на май месяц выше полностью летом так сессию сказали поэтому показали сказали показали убираем убираем сторону так дальше из моих таких стандартных текущих процессов которые в общем то уже не один месяц вышиваются это дизайн фирмы вербака набор фирмы вербака яркие птицы также вышиваю и совместном проекте райский сад и рулетки да точно рулетки он тоже есть поэтому он так замечательно продвигается ну я на май месяц смело хочу запланировать его завершить может быть наверно очень смело но это возможно по картинке кажется что осталось немного но здесь очень кропотливая работа вы видите что у меня уже вышита вторая птичка здесь осталось выполнить бэкстич цветок выполнить бэкстич дальше уже строится клетка вверх клетки здесь немного клетка вышивается легко металлик и нужно будет вышить вот этот цветок у меня есть по моему без бэкстича идет дальше нужно будет вышивать вот эти цветы они вышиваются очень кропотливо там много одиночек рассыпанных по дизайну поэтому процесс идет медленно но я думаю что это возможно преодолеть и ну я буду себе смело так планировать концу мая завершить эту работу мне бы очень хотелось и поэтому буду прилагать все усилия чтобы завершить все конечно зависит еще и от рулетки если рулетка будет давать как дизайн то он вышлится сто процентов если не будет его давать то продвижение могут быть и не такими уж хорошими как хотелось бы но буду стараться буду стараться его вести именно на завершение дальше что еще вышивается в рулетке и то что продвигается это dimensions зимней радости вот по этой работе хотелось бы немножечко остановиться немножечко рассказать мои планы чтобы я хотела ну во первых я хочу до вышивать здесь наверное небо закатная и вышли бы к стич как бы первоочередные мои планы дальше я хочу вышить третий угол вот именно с левой стороны вот это место мне хочется его зашить вот как-то так я думаю что это в принципе очень очень доступные такие планы здесь небольшое количество крестула здесь в основном полукрест но тем не менее будет обыкстить все присутствует я думаю что если уделить неделю этому процессу то можно будет вышить весь вот этот вот такой большой участок вот и дальше июнь июль по чуть-чуть буду вышивать думаю что к сентябрю я смогу завершить эту работу очень нравится яркая шикарная шикарная разработка dimensions что тут сказать и меньшинс умеет нас радовать результатом несмотря на какие-то сложности в сложениях нити в 5 и в 6 есть и в 4 и в 3 ну вот здесь нет никаких проблем при вышивке во столько сложения ниток потому что основа очень хорошая она эластичная и не создает каких-то сложностей при проводе вот иглы с большим количеством ниточек вышивается очень легко очень приятно вот вот такие вот у меня здесь планы по dimensions идем дальше дальше я также хочу уделить парочку дней вот этой красавицы моей моему ангелу мира вот lavender and lace мне очень нравится этот процесс поэтому хотя бы несколько дней я хочу уделить обязательно чтобы повышевать я получаю огромное удовольствие от вот этих зеленых оттенков такой малахитовый цвет красивые переходы но просто шикарно нахожусь я сейчас вот где-то вот здесь вот в этом участке ну и буду идти дальше вверх нет нужно еще повышевать золотом ну вот приближаясь уже вот к красному вот этому бортику что это здесь у одежды не знаю даже что бант может быть какой-то часть юбки наверное вот так вот где-то здесь я нахожусь не еще шить и шить вышивать и вышивать пока вот такой у меня здесь участок присутствует буду стараться идти вверх потом нужно будет сместить наверное влево чтобы завершить вот этот участок с левой стороны ну дальше посмотрим наверное буду потом уходить вправо чтобы выполнить очертание юбки и потом можно будет двигаться вверх видите картинка внизу она имеет самую большую ширину потому что здесь вот именно одеяние юбка а дальше картинка будет сужаться и вот здесь вот у нас юбка вышивается и металликом и бисер идет в серединку будет очень красиво не прям я прям в предвкушении дойти до этого момента и пришить весь бисер ну конечно сначала нужно вышить работу я уже так себе мечтаю так это мои основные процессы есть у меня еще моя индианка ну давайте ее тоже покажу так есть у меня еще моя индианка это дух волка дизайн дименшенс сборка от магазина клубок желаний выполнен старт в апреле месяце ну в мае не знаю смогу ли я повышевать но мне бы хотелось уделить пару дней тоже этому процессу но хотя бы пару дней до за пару дней я могу вышить бэкстич и скорее всего уйду влево повышеваю здесь также вот это одеялко может быть дойдут до левого угла но я думаю дойду вот вот они вот эти вот складки осталось выжить чуть-чуть и будет левый угол первый угол да я думаю что это очень даже возможно и реально мне нравится процесс очень приятный процесс какие здесь красивые краски все очень очень здорово поэтому я тоже поставлю в планы на продвижение это мои процессы на продвижение так есть у меня еще процессы пока процессов больше нет давайте перейдем к новеньким моим процессом который появится в этом месяце и немножко больше поговорим о других процессах и так и так я думаю что мои подписчики кто давно со мной точно помнят этот набор на хоть золотое руно разработка людмилы буйновской это подарок от наташи наташа мне подарил уже много лет назад этот набор потому что у нас есть такая собака муж охотник любит породу pointer здесь как раз у нас pointer здесь у нас вот перепелочка небольшой дизайн несложный размер 33 на 24 сантиметра 26 цветов ниточки модера схема у золотого руно очень хорошая черно-белая но там все значки настолько разнообразные что читается очень прекрасно и нет какого-то жуткого смешения цветов все хорошо вышивается вот я начала процесс когда же начала в 2017 году был такой у нас тогда начался новая волна на youtube мы апрель месяц старта вот там я и начала и конечно молодец правильно что начала по крайней мере хоть как-то он у меня числится в моих начатышах и давит на совесть а значит он как-то будет вышиваться ну я уже приняла решение я думаю вы понимаете я на май месяц буду планировать его завершить вот так вот прям с смаку ну может быть нет прям не успею прям все завершить я сейчас так открыла все снова кинула масштаб и немножко осознала объем работы который нужно будет выполнить но тем не менее я буду стараться я его прям вот не знаю как я еще буду организовать этот процесс пяльца кюснапы сейчас я очень люблю кюснапы раньше очень любила рама сейчас прям полюбила кюснапы и нужно организовать этот процесс и я начну над ним работать прям усердно и буду вести его на завершение пусть не в мае хорошо пусть у меня в мае не получится прям вышить эту работу но тогда пойдет на июнь точно в любом случае на мае ставлю как очень-очень активный процесс тот процесс над которым нужно работать и вести на завершение предугадать 100 процентов никогда нельзя что получится в нашей жизни до жизнь сама встроить свои планы но тем не менее я буду стараться вот я уже сто процентов решила что я его беру буду над ним работать поэтому тут уж либо май либо июнь но точно мы его будем с вами завершать вот такие ниточки на планшет очка как вы знаете коротенькие золотое руно вот такие ну это вот даже удобно с одной стороны не нужно сильно рукой махать нужно просто почаще закрепляйте нитку ничего страшного очень приятные зеленые оттенки они используются в фоне он мне здесь нравится очень нравится прям я от него балдею осталось мне преодолеть вот совсем немного чтобы уже начать вышивать фон эти цвета используются в собачке такие вот рыжие бежевые вот такие ниточки вот вторая планшетка по победнее уже видите вот эти желтые горчичные цвета ушли в травушку вот беленький есть коричневый есть много черного тоже будет в фоне ну хорошие ниточки модера вот это из стареньких процессов который стал теперь новеньким процессом и появляется в идет в компанию остальным процессом которые в ротации будет вышиваться сейчас буду восстанавливать здесь разметку так как в процесс уже давно лежит я его постирала разметку всю смыла сейчас нужно восстановить всю разметку чтобы мне было проще и удобнее организовать и все всего беремся и вышиваем эту работу нельзя больше откладывать нужно собраться с силами и вышить эту прекрасную картину так дальше долго я думала начинать мне что-то не начинать вот столько процессов я вам показала ну и казалось бы юля что тут уже начинать уже ничего не даже не надо нужно вышивать то что есть уже два процесса запланирована на на финиш три процесса да у меня запланирован кардинал вот собака и птицы три процесса уже запланированы на финиш много нужно вышивать но тем не менее сейчас праздники у нас не так много праздничных дней мы до вторника в среду нам уже на работу закончилось место на карте пришлось освободить немножко пространство и так давайте откроем вместе этот наборчик и посмотрим содержимый очень интересно как здесь все устроено разрезать здесь картинка остается так смотрим смотрим что у нас ниточки ниточки так основу похоже на был пост так почитаем есть у нас информация об основе не могу найти если найду я обязательно вам озвучу похоже на был пост такая плотная равномерка вот такой петушок у нас должен получиться у нас есть контуры есть ограничения где нужно вышивать конечно нужно будет посмотреть инструкцию как выглядит описание ниточки здесь у нас шерсть вот такие ниточки здесь очень толстенькие не такая тонкая шерсть как кориолис к примеру да они скручены три вот такая пасмочка прядка здесь три ниточки ну тоже достаточно такие толстенькие так дальше есть одна планшетка с мулине вот здесь у нас сколько 3 4 5 6 7 8 9 цветов такая она как бы какая отрезанная вот такие здесь цвета и еще планшетка здесь тоже сколько 3 4 5 6 7 8 9 10 12 цветов всего лишь тоже шерсть вот такие пасмочки интересный дизайн очень хочется попробовать выполнить какие-то стежки уже начать инструкция такая глянцевая а вот у нас схемой ключ так очень интересно и любопытно нужно будет все это вышивать есть есть описание стежков так две иголочки хорошо здесь у нас показано как выполнять какие-то стежки гладевой стежок здесь есть еще какой-то стежок разные стежки я не буду читать по-английскому нет смысла вот показано что как выполнять это уже радует нужно немножко конечно вникнуть в инструкцию посмотреть какие у нас здесь стежки показано в общем-то показаны какие-то стежки обозначения нужно будет посмотреть эти обозначения и соответственно уже как бы выполнять эти стежки интересно очень интересно попробовать что-то что-то отличное от крестика сам дизайн такой небольшой по своему размеру поэтому и не полная зашивка можно будет брать и вышивать там один цветочек два цветочка вот отвлекаясь от крестика потихоньку вести вот такой вот процесс я очень рада что я открыла этот набор посмотрела его содержимое я думаю что я вот тоже его прям скоренько начну такое у меня любопытство сделать первые стежки попробовать что-то на как очень интересно вот и отвлеклась я сильно увлеклась этим процессом уже прям думаю как бы мне его организовать и давайте вернемся к плану в завершение посмотрим что я себе запланировала я значит запланировала три финиша под рукой два старта будет у меня и планирую я три финиша во первых это это вот эти птицы я хочу завершить дальше я хочу завершить кардинала и я бы очень хотела завершить конечно уже как не знаю как у меня получится получится не получится но буду стараться завершать искал обложку вот она буду завершать золотое руно на охоте вот три финиша должно бы получиться вот насчет охоты я не уверена все таки много там вышивать ну по крайней мере два уж точно должно получиться также будет у меня два старта это бисер икона это стежки что-то отличное от крестика я расплавлю свои процессы ну соответственно и процессы которые я вам показала хотя бы по деньку по два как-то я тоже буду их продвигать там уж как получится я особо плавно себе не строю вот такой у меня планируется май в конце месяца мы с вами опять встретимся посмотрим получилось не получилось и будем уже дальше делать выводы на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok